Ребята, давайте быть честными. Mortal Kombat 1 это очень дисбалансная игра. Mortal Kombat 1 это игра для ублюд. Во всех современных МК есть контрпики. И обычно самыми сильными бойцами являются универсалы, которые могут абсолютно всё. Мы их всех прекрасно знаем. Это Кабал в Mortal Kombat 9, Триборг в МКХ, Фуджин в МК11 и, наверное, Джонни Кейдж в МК1. В играх от NetherRealm Studios всегда есть один-два наглухо сломанных героя, которые сильнее всех остальных. Именно они выигрывают турниры за 100 тысяч долларов. Именно они выигрывают Evolution. Кто является топ-тиром, можно узнать просто, зайдя на любой стрим или в боевую лигу. Но кто самый слабый? Это те герои, которых я не советую брать новичкам, и они не представляют большой опасности в лиге. Сегодня я выбрал три худших героя, на мой взгляд. И прямо сейчас мы определим главное дно в Mortal Kombat 1. Сразу после этого сообщения от нашего спонсора. Народ, как там у вас дела с покупкой новых игр? Все никак не можете пополнить свой Steam? Тогда воспользуйтесь сервисом Donatov.net. С ним вы легко пополните баланс, купите любую игру и продлите подписку. А че так можно было что ли? Не нужно искать дурацкие карточки пополнения. Просто заходишь на Donatov.net, выбираешь тот же Steam и пополняешь баланс по лучшим ценам. Быстро и надежно. Вместо Steam у тебя Battle.net? Без проблем, он тоже здесь есть. Как и Nintendo Shop, как и PlayStation Network, да и все что угодно. А при регистрации по моей ссылке в описании ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Переходите на Donatov.net и экономьте. Первый кандидат на звание худшего бойца в МК-1 это Рейн. И да, я конечно знаю то, что Соник Фокс выиграл последний крупный турнир за этого бойца. Но это было вместе с Сайроксом. Именно после этого нерфа бойцы, которые не имели хорошей базы, они начали тонуть. Сейчас он уже не может использовать грязный абуз броней. Именно так Соник Фокс выиграл Ниндзя Киллу в Гранд Финале. Этот стиль игры очень похож на допатчевый Mortal Kombat X, когда ты в любой момент с помощью брони влетал и перебивал своего оппонента. Без камео Рейн оказался не таким уж и сильным, когда некому прикрыть его ансейвы и спарки. Поэтому сейчас люди пытаются играть с помощью страйкера. Но к сожалению в текущем патче я думаю то, что Рейн является одним из самых слабых героев. И то, что Соник Фокс на нем выиграл, это ни о чем не говорит. Следующий кандидат на звание самого худшего бойца в Mortal Kombat 1 это... Пацаны, вы поосторожнее, беспилотники тут летают. Нитара, кто же еще? С ней я даже не знаю с чего начать. Но наверное у нее есть одна самая большая проблема. Это ее здоровье. Нитара это единственный герой в игре, который может иметь 850 здоровья. И просто сравните это с Шаоканом, у которого может быть 1200. Еще одной большой, конечно не геймплейной проблемой, является озвучка Меган Фокс. Послушайте вот это. На последнем крупном турнире, о котором мы сегодня уже говорили, она вошла в топ 10. Но это опять же ничего не значит. Потому что за нее играл один из самых талантливых игроков НРС-сцены, Диоксис. Ребята, вот честно, мне самому Нитара очень сильно нравится. И я все жду, когда кто-нибудь покажет ее на 100%. Из плюсов у нее можно выделить сильный урон и противный геймплей. Да каждый раз, когда она попадается в лиге, ты понимаешь то, что это проблема. Но она все равно умудряется проигрывать. Большого потенциала я в ней не вижу. И последний кандидат, название главного дна в Mortal Kombat 1, наверное, самый очевидный, самый понятный, самый предсказуемый Хавик. Окей, давайте подумаем, какими свойствами надо обладать, чтобы быть топ-тиром в этой игре. Необходимо иметь сильную базу основного бойца, скажем как у Джонни Кейджа или у Рейдена, и некую универсальность в выборе камня. У Хавика, к сожалению, нет ни первого, ни второго. Очевидные миксапы, которые очень легко угадывать. 2-2 это оверхед, но только на втором ударе. Ты ждешь первый лоу, а потом без проблем все это блокируешь. И настоящему зонеру, который быстро кидает проджектайлы, Хавик ничего не сделает. Единственная его надежда в данной ситуации на камео Sub-Zero. Он может перезонить только тех бойцов, у которых самые медленные снаряды. Ладно, бог с ним, давайте снова вернемся к теме камео. У меня иногда возникает стойкое ощущение, что единственный камео, который был создан для Хавика, это Sub-Zero. Другого у него нету. Только с помощью него он выходит на удовлетворительный урон и получает баф в нейтрале. Я видел, как некоторые люди используют Джакса или пытаются экспериментировать с другими камео. Но это не решает главные проблемы Хавика. Он слишком очевидный. И такое ощущение, что нет никакого бойца, которого я бы боялся меньше, чем Хавика. Время подводить итоги. Самым слабым бойцом в Mortal Kombat 1 на январь 2024 года становится Хавик. Главный фактор, которым я руководствовался в этом выборе, это насколько легко играть против того или иного лоутира. И когда ты играешь против сильного Рейна или Нитары, ты боишься, что они могут показать техники, которых ты не знаешь. У каждого Хавика один и тот же план на игру. Я не видел еще ни одного, который бы показал мне что-то новое, что-то необычное. Они пытаются тебя раскрыть с помощью назад 2-2. Назад 2-2 захват, который наказывается. Назад 2-2-4, который дырявый. И на этом все. Некоторые могут возразить. Сказать, Джонни, где Скорпион, где Сабзиро? Мы думали, что они самые слабые. Вот честно, ребята, Скорпион недавно занял призовое место на крупном турнире. А игроки на Сабзиро это самые бешеные, самые скилловые игроки, которых я вообще видел во всех Mortal Kombat. А если вы не согласны, то добро пожаловать в комментарии. Я жду ваше мнение. Вот такое вот получилось видео. Ребята, еще раз всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством. Огромное спасибо всем моим подписчикам на Boosty. Если что, ссылка в описании. Дай бог, скоро выйдут новые патчи в Mortal Kombat 1 и баланс станет немножко лучше. Я реально хочу, чтобы максимальное количество бойцов было актуальным. Все, берегите себя. Увидимся на следующем стриме и видео.